Приветствую вас. Я думаю, что вначале вам необходимо успокоиться, вначале вам необходимо привести свои мысли в порядок. Я думаю, что вам необходимо справиться со своими эмоциями, в том плане, чтобы овладеть ими, да, я не говорю сейчас о том, чтобы подавить их. Вот, значит, привести себя в определенную норму, привести себя в определенное равновесие, вот, и уже после этого спокойно решить для себя, хотите ли вы действительно написать своей биологической матери или нет. Если да, то зачем? Чего именно вы ожидаете от, ну, от нее, от ее ответа? Опять же, да? Вот. То есть, какова цель? Да, какова цель? Написать ей. Вот. Потому что вы, сколько, 18 с половиной лет жили и были уверены, что ваши родители, это, ваши родители, да? Вот. А потом оказалось, что они на самом деле приемные, вот, но биологическая мать, иногда зачастую это просто биологическая мать. То есть, помимо того, что у вас есть, так называемые родственные узы, вот, а помимо этого больше ничего вас не объединяет. Такое бывает. И поэтому во избежание еще большего разочарования, во избежание того, чтобы этих разочарований у вас не было, вот, я рекомендую вам все-таки, может быть, сперва поговорить с психологом, чтобы, ну, разобраться в своих чувствах, понять, что же вы все-таки хотите. от мамы своей. Например, вот, что вам все-таки нужно от нее и уже, соответственно, потом, после этого, писать ей строго определенной целью, да, и не ожидая там каких-либо звезд от того, что вы ей написали. Вы говорите, что меня, вас нашла биологическая сестра и благодаря ей у меня есть контакты с биоматерью. Но, вот, вы напишите ей, что вы ей напишите, если по ссылке по факту это чужой человек. То есть вы можете с ней общаться, вы имеете право с ней общаться. Но, я бы сказал, что общение между вами будет возможно, ну, адекватное общение между вами будет возможно только в том случае, если вы будете независимым. то есть если вы не будете требовать от нее чего-либо, да, вот, если вы не будете, там, допустим, давить на нее, если вы не будете сразу высказывать ей, высказывать ей какие-то претензии и так далее. Вот. То есть здесь, значит, здесь история именно такая, что вы можете ей написать, но вот, соответственно, только после того, как будете уверены в том, что вы можете просто спокойненько с ней переговорить, да, понять, что это, в принципе, чужой для вас человек, ну, можете предложить встретиться, но это не странно после того, как узнаете ее поближе. Вот. Вы говорите, что вас периодически накрывает какое-то странное смешанное чувство злости и предательство и печали. А, справляться с этим не нужно, а наоборот это нужно принять, пережить, проговорить. Вот. И, после этого это все уляжется и вы, вы, вы обязательно обретете гармонию. А, может ли помочь переписка с биоматерью? А, помочь в чем? Помочь чтобы что? Чувства ваши нет, они не уйдут, они, они не будут, они не будут эти чувства слабее от того, что вы с ней поговорите. Скорее наоборот, может быть даже злость проснется еще больше, потому что ваша мама, она не будет с вами общаться, не будет с вами взаимодействовать. Вот. А так, как вам хотелось бы, потому что она не знает вас, вы не знаете ее и, в принципе, вы повзрослели, да, и стали тем, кто вы есть, без нее. Максимум, что вы можете общаться, ну, как вы можете общаться, как хорошие знакомые, может быть подруги, но не более того. А, вот, соответственно, предательство, ну, вы не знаете всех обстоятельств того, почему она так сделала. Вот, поэтому говорить так сразу о предательстве, ну, мне кажется, преждевременно и опрометчиво. Потому что, ну, как, как минимум нужно разобраться, что произошло и смотреть на маму глазами взрослого человека, а не обвиняющего ребенка, да, который что-то требует. Если вы чувствуете злость, вот, то, соответственно, не стоит вам писать ваши биоматери. Лучше немножечко подождать, вот, может быть, поговорить с психологом, пообщаться с психологом, вот. И уже после этого, возможно, ну, после этого уже, возможно, что-то изменится, что-то поменяется. Я думаю, так можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Не очень понятен ваш вопрос, да. То есть, если вы, если вы чувствуете, что тяжело именно вам, если вы чувствуете, что именно вам тяжело, что это принять, вам нужно работать с психологом. А ваша биоматер здесь вообще ни при чем. Общаться с ней нужно все-таки независимо. Да, то есть, можно поплакать, можно выразить какие-то чувства, но по опыту могу сказать что-то матери. Да и родители вообще, они стараются избегать таких вещей, потому что для них это тоже тяжелая тема для разговора. Если вы сможете проимпортировать в своем отеле, то общение получится. Если нет, то, значит, лучше его и не начинать. Обязательно подумайте о цели такого общения. То есть, вы им обещаетесь для чего. Обязательно подумайте об этом. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...